Слава Богу! Йом-Кипур, 5779 года. Да, братья и сестры, от сотворения мира наступил 5779 год. Спасибо тебе, Господь! И праздник Йом-Кипур, как он в Библии называется, праздник искупления, да, день искупления. Это Господний Божий праздник, день всепрощения, судно-день. И по традиции, я вот как раз в трансляции уже здесь на Ютубе, по традиции древней читается книга пророка Ионы. И я вижу в этом особенный такой пророческий смысл современный для сегодняшнего дня, для служения. Это как возвращение к призванию, будем договорить, возвращение к Божьему призванию, служению Господу. Спасибо тебе, Господь! Благословен Ты, Царь наш! Благословен Господь! Отныне и вовек! Аллилуйя, спасибо тебе, Господь! И сегодня миллионы людей постятся полностью или частично. Я пощусь, но совершаю хлебопроломление, причастие невхаристию каждый час. Сейчас совершаю этой ночью. Вот, вечером начал, еще прежде, ну, перед началом как раз Йом-Кипур. В эреф Йом-Кипур начал уже. И продолжаю сейчас в сам этот Йом-Кипур. Да, друзья, пришло время. Давайте мы сейчас прочтем книгу пророка Иона будем читать. Слава Тебе, Господь! Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб живой, Слово Свое, Которое живо и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого. Благодарю Тебя, Господь, за Писание Твое священное, за Бога вдохновенное, Тобое вдохновленное Писание, которые были записаны пророками. Благодарю Тебя, Господь! Аминь! Аллилуйя! Боже благослови! Приступим, друзья! Я хочу прочесть... Думал, в синодальном переводе прочесть, но здесь у меня разные есть переводы, другие. Вот, и в том числе такие еврейские переводы интересные. Так, это у нас Танах, сборник лучших переводов, пяти авторов даже. Интересно. Так, глава первая. Иона. Глава первая. Иона убегает. Арсис. Призвание Ионы. По Библии Гетца. Так. Господь да благословит нас, друзья. И было, и было слово Господа к Ионе, сыну Амитая. Так. Встань, иди в Нинве, город великий, и огласи о нем, что взошло их злодеяние предо мною. И встал Ион, чтобы бежать в Таршиш от предстояния пред лицом Господа. И спустился он в Яфу, и нашел судно, идущее в Таршиш, и дал плату его, и сошел в него, чтобы идти с ним в Таршиш от предстояния пред лицом Господа. А Господь бросил великий ветер на море, и был великий шторм на море, и судно готово было разбиться. И устрашились мореходы, и воззвали они каждый к своему божеству, и бросили груз, который на судне в море, чтобы тем облегчить себя. А Иона спустился внутрь корабля, и лег, и уснул. И подступил к нему кормчий, и сказал ему, что ты спишь, встань, что ты спишь, встань. Вот это прерву сейчас, очень ситуация напоминает, как раз вот Иисус вздремал, уснул, и его разбудили ученики. Ученики, в очень похожей ситуации, да? Вот, и это очень так пророчески сказано. Что ты спишь, встань, воззови к твоему Богу, быть может, помыслит Бог о нас, и мы не пропадем. И сказали они друг другу, пойдем, бросим жребий, и узнаем, из-за кого это бедствие нам. И бросили они жребий, и пал жребий на Иону. И сказали они ему, скажи-ка нам, из-за греха пред кем это бедствие нам? Каково твое занятие, и откуда идешь ты? Какова земля твоя, и из какого народа ты? И сказал он им, и ври я, и Господа, Бога Небес, я страшусь того, кто создал море и сушу. И устрашились люди страхом великим, и сказали они ему, что же ты содеял? Ибо узнали люди, что от предстояния пред лицом Господа он бежит, ибо сказал он им. И сказали они ему, что нам сделать тебе, чтобы утихло море для нас, ибо море все больше штормило. И сказал он им, поднимите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас, ибо знаю, что из-за меня сей великий шторм против вас. И грести стали люди, чтобы вернуть его на сушу, но не могли, ибо море все больше штормило против них. И воззвали они к Господу, и сказали, О Господи, не дай нам пропасть за душу сего человека, и не возложи на нас кровь невинную, ибо ты, Господи, как пожелал, содеял. И подняли Иону, и бросили его в море, и перестало море от ярости своей. И устрашились люди Господа страхом великим, и принесли они жертву Господу, и дали обеты. Глава 2. И навел Господь большую рыбу поглотить Иону, и пробовал Иона во чреве рыбы три дня и три ночи. И молился Иона Господу, Богу своему из чрева рыбы, и сказал, Я воззвал из бездны, из беды моей Господу, и он мне ответил, Из утробы могильной я возобил, ты услышал мой голос. Ты меня вверг в пучину, в сердце морей, и поток меня окружил. Все волы твои и волны твои надо мною прошли. И я сказал, я изгнан с твоих глаз долой, но вновь я увижу храм святыни твоей. Объяли воды меня до души, бездна меня окружила, камышом обвита моя голова. К основаниям гор я спустился, земля, ее засовы за мною вовеки. Но вывел из преисподней жизнь мою ты, Господи, Боже мой. Когда изнывала во мне душа моя, я Господа помнил. И дошла до тебя молитва моя, до храма святыни твоей. Кто уповает на суетных ложных, милость свою покинут. Я же с глазом благодарения жертву тебе принесу, Что обетовал, исполню, за спасение Господом неспосланное. И сказал Господь о рыбе, и извергла она Иону на сушу. Третья глава. И было слово Господа к Ионе во второй раз. Так. Встань, иди, Нинве, город великий, и огласи ему глаз, что я говорю тебе. И встал Иона, и пошел Нинве, по слову Господа. А Нинве был градом великим у Бога. Три дня ходьбы. И начал Иона идти по городу, сколько пройти за день. И огласил он, и сказал, Еще сорок дней, и Нинве будет неспровергнут. И поверили люди, Нинве, слову Бога. Спасибо тебе, Господь. Поверили люди, Нинве, слову Бога. И огласили пост, и облачились во вредище от великого их и до малого. И достигло это слово царя Нинве. И встал он с престола своего, и снял с себя свою мантию, и оделся во вредище, и сел на пепел. И велел воздвать и сказать в Нинве по указу царя и великих его так. Человеку и скоту, крупному и мелкому, не вкушать ничего, и не пастись, и воды не пить. И пусть они оденутся во вредище, человек и скот, и взывают к Богу силою. И пусть отвратятся они, каждый от своего дурного пути, и от грабежа, что в их руках. Кто знает, может отвратиться и решит на иное Бог. И отвратиться от палящего гнева своего. И мы не пропадем. И видел Бог их дела, что отвратились они от своего дурного пути. И решил Бог на иное обедствие, о чем говорил, что заделает им. И не соделал. Не соделал. Четвертая глава. И было это для Ионы великой бедой. И досадно стало ему. И молился он Господу и сказал. О Господи! Ведь это есть Слово Мое, которое я еще был на земле моей. Когда я был еще на земле моей. Потому поспешил я бежать в Таршиш, ибо я знал, что Ты, Бог, милующий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и на иное решающий обедствие. И ныне, Господи, возьми душу мою у меня, ибо лучше мне смерть, чем жизнь моя. И сказал Господь, очень ли досадно Тебе? И вышел Иона из города и сел в восточнее города. И сделал себе там кущу. И сидел под ней в тени, пока не увидит, что будет с городом. И произрастил Господь Бог клещевину. И поднялась она над Ионой, чтобы стать тенью над его головою, затенить его от беды его. И возрадовался Иона клещевине, радостью миликой. И навел Бог червя, когда занимала заря, на другой день. И тот поразил клещевину, и она засохла. И было при восходе солнца, и навел Бог резкий восточный ветер, и обрушилось солнце, удар на голову Ионы, и лишился он чувств. И стал он просить себе смерти, и сказал он, лучше мне смерть, чем жизнь моя. И сказал Бог Ионе, очень ли досадно тебе за клещевину? И сказал он, очень досадно мне до смерти. И сказал Господь, ты пожалел клещевину, над которой ты не трудился, и ты не растил ее, которая в одну ночь явилась и в одну ночь пропала. А я не пожалею Нинве, город великий, в котором есть больше двенадцати миллиардов людей, не умеющих отличить правую руку от левой, и скот многочисленный. В синодальном переводе последний стих звучит так. А в Ниневе более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить хорошего от плохого, и множество скота. Как же мне не пожалеть, этот великий город? Спасибо тебе, Господь. Книга пророка Ионы, одна из таких тоже очень таинственных книг Библии. С одной стороны, говорится о Господнем Божьем пророке, с другой стороны, много прообразов таких пророческих. И о последних временах, и о самом Ашиахе, Иисусе Христе, и Иешуа. Слава Богу. И традицию читать на Йом Кипур, книгу пророка Ионы, многие полагают, что здесь из-за того, что говорится о посте ненавитиной. Да, в Ниневе люди каялись, ненави в русском синодальном переводе, ненави. Жители Нинави, они покаялись, вот, и они в пепле были, и действительно, вот, Господь отменил приговор свой, отсрочил, будем так говорить, потому что еще после этого долгое время Ниневе еще существовало, ну, в более позднее время считали это город, так, выдумкой библейской, но археологи нашли, на самом деле, подтверждение Библии, Божье Слово подтвердилось в очередной раз тогда, вот. Археологи вообще десятки раз уже подтверждали истинность Божьего Слова и Ветхого, и Нового Завета, вот. Вот, и каждый раз у безбожников и критикующих Библию, ругающих христиан, все меньше и меньше аргументов, потому что современная наука с семимильными шагами, вот, развивается, и на протяжении 20-го столетия, особенно, вот, большинство библейских текстов получило свое уже научное подтверждение, слава Богу, это прекрасно очень, что в наш век информатики, знания и умножения, вот, в том числе и вот подобное происходит, слава Богу. Вот, и, дамы и господа, но я хочу сказать о другом немного. Книга Неневии, книга, рассказывающая о Неневии, да, о городе великом, который покаялся, это, как бы, одна правда этой книги Ионы, но книга, как, это рассказывающая о восстановлении призвания, я думаю, это важнейший, потому что Иона, он бежал от призвания своего. Именно об этом я и хочу говорить сейчас, перед хлебопреломлением, перед причастием. Йом-Кипур, день искупления, день всепрощения, судный день. Во-первых, самое главное, самое основное, что наш Йом-Кипур, это сам Иисус Христос, сам Иешуа Маших, его кровь драгоценная была пролита за нас. И вот хлебопреломлением, когда мы совершаем причастие в Харистию, то мы не просто плод виноградной лозы, не просто хлеб, а тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Именно это есть наше Евхаристие, это есть причастие. Знаете, друзья, это великое таинство, и в том числе это таинство, вот как нового начала каждый раз, обновление, таинство, восстановление призвания, возрождение человека, души его, духа, тела, слава Богу, исцеление. Потому что, не знаю, это вся жизнь наша. Я вообще даже порой, когда-то приезжаю, прихожу, допустим, я вообще не хочу ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И каждый раз являлись чудеса, каждый раз происходят великие чудеса. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! И сегодня где-то в этом образе Ионы я вижу и себя, убегающего от призвания. Вот. И даже если вступил уже в призвание, в служение, то где-то все равно убегаешь от предстояния. Мне понравилось просто в этом переводе. Сейчас вернусь здесь с самого начала, здесь в первой главе. Очень интересный оборот такой. Вот третий стих, первый глава, третий стих, я снова прочту. И встал Ион, чтобы бежать в Татшиш от предстояния пред лицом Господа. Так, вот тоже самый третий стих, значит, в переводе так он уже другом, да, значит. Но Иона убежал от Господа и отправился в Фарсис. Он добрался до... Так, сейчас посмотрю, здесь перевод еще есть. Видим перевод. Ну, я лучше синодальный включу, прям синодальный перевод, так будет проще. Даже с номерами стронга взял ее здесь, скачал. Вот, очень, кстати, с номерами стронга, потрясающее чтение вообще. Так, вот здесь Библия, синодальный перевод с номерами стронга. Кум Иона Барах, бежать, да, Татшиш, по ним. И встал Иона, чтобы бежать Фарсис от лица Господня. Ну, да, вот. Кум Иона Барах, Татшиш, по ним. Иуд Хэй, Бав Хэй, Югова, Югова. Буквально лицо Господня. Переводчики вот этого перевели, перевода, от предстояния перед лицом Господа. Можно так перевести. От лица Господа. Вы знаете, когда человек верующий, да, есть хороший страх Божий, есть плохой страх Божий. Есть вообще отвратительный страх Божий. Хороший страх Божий – это любовный страх. Это трепетная любовь, будем так говорить. Вот эти дни трепета, которые завершают, собственно, Йоги-Пур. Я для лучшего понимания, что ли, объясняю русскоязычным всегда верующим, евреям, неевреям, всегда такими словами. Не просто дни трепета, потому что трепет даже в современном русском языке порой очень много разных значений. И чаще всего негативных. Знаете ли. Но самое интересное, объясняю так, что именно дни трепетной любви, дни трепетного такого благоговения, трепетной любви, действительно. Любовный трепет. И это лучше, на мой взгляд, поясняет, что происходит в эти дни с сердцем верующего человека. Дни трепетной любви. Дни любовного трепета такого. Дни любовного трепета. И хороший страх Божий – это страх, будем так говорить, страх Божий – это трепетная любовь. Любовный трепет. Вот это хороший страх Божий. Есть плохой страх Божий. Когда человек, он просто-напросто, ну, рабский страх, значит, страшится, как Создателя, и не хочет подниматься, и, значит, и закрывается. Есть другой еще страх Божий, самый отвратительный страх Божий. Когда уже человек верующий, казалось бы, да, но избегает выходить навстречу своему Господу. Этот отвратительный страх в судьбах Израиля даже прослеживается. Очень печально. Когда Бог давал нам Тору, давал Слово свое, Шевоот тот самый, совершился 3330 лет назад, это было все. На 50-й день после нашего выхода из рабства совершилось это чудо. И гора была очерчена. И было заповедано Моисею, чтобы никто не дерзал вообще взойти на гору. Даже животным было запрещено, всем было запрещено подниматься на гору. Только один Моисей во время этих коротких звуков. Потому что шафары небесные трубили короткими, когда звуками, такими прерывистыми. Шафар, в принципе, он может только лишь прерывисто трубить или протяжно трубить. И сочетание вот это вот. Как бы точка-тирая, точка-тирая, проще говоря, чтобы было понятнее, как Мурза, допустим. Точка-тирая, тире-тирая, точка-точка. И в сочетании оно что-то означает. Есть разные, будем так говорить, в культуре шафаристов, есть разные даже обозначения этих звуков. И разная символика. Но это отдельная тема. Это лучше как-нибудь в другое время об этом буду говорить. Я обычно на празднике Йом-Труа как раз об этом и раскрывал подобные такие темы. В примерах таких из жизни, из писаний, из ветхого и даже из Нового Завета. Очень интересные примеры. Дальше было сказано, что во время протяжного трубного звука могут они все взойти на гору. То есть можно было взойти на гору. Да, слава Богу. Иван Левкода, Псалмос Пивы, Евангелие, Святая Евангелие, здесь, значит, флаг Израиля, флаг Иерусалима, да. И моя Ряса, Варшиванка тоже здесь очень гармоничная такая. Вот, слава Богу. Так что, дружба народов будет так говорить. Вот, и знаете что, друзья? Действительно, когда описывается Ашивот, Пятидесятница, той первой самой, то могли все взойти на гору во время протяжного трубного звука, во время прерывистых звуков нельзя было подниматься, только лишь один Моисей. То есть было время только лишь Бог и Моисей, Моисей и Бог, только лишь их лично с глазу на глаз разговор. Но затем, когда начались уже протяжные звуки, трубные, тогда они все могли взойти на гору. Представьте, сколько их там было? Миллион, два, три, больше? Точно не скажем. Вот, одних мужчин там, значит, призывного возраста, да, сколько, значит, больше, значит, больше полмиллиона, значит, да, значит, и, конечно, там, ну, можно предполагать, предполагают там, допустим, три с половиной миллиона, предполагают, может, больше даже было. Вот, пришельцев много. И вот, и все эти люди, они могли взойти на гору. Вчерашние рабы, еды свободные, разные люди. Все, кто избрал выйти вслед за Моисеем из Египта и стать рабом Бога, стать детем Бога, богоусыновление, мы говорим, совершилось тогда возле горы, когда Бог давал заповеди. Но, к сожалению, лишь один Моисей оказался на горе и во время протяжных трубных звуков. Потому что, когда небесные шафары, небесные ангелы, шафаристы там, да, зашафарили, они затрубили этими трубами, протяжно, то народ, не то, чтобы не пошел туда, в присутствие Бога, а развернулся и ушел в сторону. И они заявляли, что пусть Моисей один говорит со Всевышним Богом, мы не хотим быть там. Вот это нежелание войти в присутствие Бога, когда Бог дает эту возможность, на мой взгляд, это самое отвратительное. В моей жизни, как верующего, я это рассуждаю, это самое отвратительное самое, что может быть только вообще. Вот. И убегать от призвания, это самое отвратительное, что может быть. Вот. И от призвания, когда Он еще не призвал, но уже к этому идет, как бы, не идти к этому призванию. И второе, когда Бог призвал уже, и ты убегаешь от призвания. Иона. В 2003 году я пытался убежать от призвания. Вот. К сожалению, не первый раз, да и не последний. Но это был, такой для меня, самый кульминационный такой случай, именно, и радикальный. Я, значит, чувствовал себя и ощущал себя просто банкротом. Ошибка была моя в том, что я стал руководствоваться вот этими своими мыслями, переживаниями, чувствованиями. Вот. А мы, верующие, ходим верою, а не видением. Вот. И действительно, я, значит, осознавал свою никчемность, просто осознал, ну, как по-человечески. Думаю, я плохой пастор, никудышный вообще, значит, видимо, не то, что Бог ошибся, но я кое-что сделал, но больше, пусть другие братья уже там трудятся. Вот. Я что мог сделал, как бы, все. Вот. Я ощущал, что так, что он не имеет даже морального права уже быть пастором дальше. Вот. Был обман, было очень тяжелое искушение, испытание в моей жизни. Мой первый помощник, на котором вся церковь, все было, вот, знаете, и регистрации, и все-все-все, имущество, финансы. Вот. И, ну, это была, конечно, моя такая ошибка, доверить все одному человеку, но он оказался человеком двойной, даже тройной там жизни. Вот. И все это всплыло, все тайное стало явным, я не мог себя простить, как пастора, что, как я не мог не видеть, не видеть очевидного. Мне уже люди намекали, говорили, и супругу тоже говорили, что что-то здесь не так. А я все отмахивался, думал, нет, нет, божий служитель, мой помощник, я тем более даже готовил его как преемника своего, чтобы он тоже служил, вот именно как раз в церкви в Киеве, я тогда пойду дальше, думаю, о том, что он был в Киеве. И вы знаете, и вот пару недель от волнения всех этих температурил я, вот, и потом в четверг, это было перед Пасхой, значит, ну там, за пару недель. И вот в четверг, значит, я, значит, поговорил с братьями, сказал, что я так и так, я оставляю служение, уезжаю, вот, буду приезжать, помогать, но без меня, пожалуйста, уже все. Вот, меня братья поняли, потому что видели, в каком я состоянии, сестры, и действительно отпустили с миром, вот, пастыр, езжайте, раз такое дело, но я поехал, я поехал, вот, и, и знаете, вот, в пятницу, перед Лазаревой субботой, шалом, Вячеслав, шалом, шалом, вот, и, значит, и, знаете, вот это все произошло, что произошло, вот, тогда, я об этом много свидетельствовал, вот, и у себя в церкви, в разных собраниях, вот, я попал в ДТП, сбил подростка, школьника, вот, который на мотоцикле переезжал трассу, с одного села в другое село выезжал, вот, и, значит, удар был сильный, смертельный, на мне кровь человека, никогда в жизни не ощущал подобной вообще пакости, гадости такой, знаете, когда на тебе кровь человека, тем более ребенка, вообще, вот, это настолько страшно вообще, не дай Боже, это вот, пережить, вот, я тогда пережил такой стресс, вот, знаете, вот, как будто кино видишь про кого-то, но, ужасаешься, каждый раз понимаешь, что это кино про тебя, это ты, и Бог милости был, конечно, в тот день, и ко мне, и к этому мальчику, я просто вопил к Богу, просто вопил, и никогда в жизни до того я не переживал такого, чтобы молиться за кого-то, как за самого себя, ощущал его тело, вот, как будто часть моего тела еще, вот, вот, в таком смысле, и знаете, и Бог был милостив, и Господь воскресил этого подростка, школьника этого, и не только воскресил, а потом уже его загрузили в скорую помощь с ранами и несовместимыми жизнью, а выгрузили минут через 15 уже полностью исцеленного, полностью здорового человека, то есть Бог его исцелил за минут 10-15 всего, и в тот день, знаете, когда я возвращался уже в Киев, я слышал голос, который меня спрашивал три раза одно и то же, громко, громко, отчетливо спрашивал меня три раза, ты это видел? Я не мог ничего ему сказать даже, да, Господи, что это такое, и все. И три раза он меня спросил, а третий раз, спросив, и даже не дождавшись моего ответа, как бы, даже такого простого, но он сказал, тот же голос, так же громко сказал мне, вот так будет и с церковью. И на другой день уже, в субботу, встав, рано, я, значит, мы с женой общались на кухне, и вот, и я четко понял, что я пастор, все хорошо, то есть, как бы, того мальчика Бог физически воскресил и исцелил, а меня тогда, я понимаю, как духовно исцелил, душевно, слава тебе, Господи, благодарю Бога всемогущего, вот, и поэтому для меня книга Ионы Пророка, она такая очень особенная книга, и очень для меня, ну как, символично, что я вижу там огромный, духовный символ, что именно как раз по традиции древней нашей, такой еврейской традиции, эта книга Пророка Ионы читается именно как раз на Йом-Кипур, восстановление, как новое начало, восстановление призвания, новое начало, это и на уровне всего Израиля, я молюсь о том, чтобы Израиль, народ Божий, ведь Бог видит Израиль, Бог создавал, для чего, в такой, ну, семье народов, не очень дружной семье народов нашей планеты, Бог создал еще один народ, народ Израиля, для чего, чтобы, действительно, этому миру явить свою любовь, этому миру явить свою благодать, этому миру явить свою милость, спасение, народ святой, царственное священство, вот, и в Новом Завете, Бог продолжил это, из евреев и неевреев, новую общественную формацию, будем так говорить, новый народ, церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины, это чудо продолжает уже два тысячелетия, Израиль и церковь, церковь и Израиль, это история одного Бога, который проявляет себя в истории человечества, это история, одна история, это одна история, это одна Библия, это одна вера, один Бог, один Господь, одно крещение, не как, в смысле, обряды, ритуалы, а погружение, как здорово, что я решила зайти сейчас в Ютуб, да, слава Богу, это прекрасно, что вы зашли, вот, тоже на эту трансляцию, поэтому, можете сначала потом посмотреть, где я читаю как раз книгу пророка Ионы, я читал в переводе, в таком необычном, еврейском переводе, эту книгу, и это очень восхитительно, призвание Господне, поэтому новое начало, друзья, совершим хлебопреломление, причастие, прямо сейчас, возлюбленные, вот, этот день я в посте, но принимаю причастие, на протяжении всего этого дня, даже чуть больше, 25 часов, получается, да, каждый час, больше, меньше, час, полтора, по-разному, принимаю причастие, совершая хлебопреломление, молюсь, потому что знаю, что мой Йом-Кипур, это сам Господь, Иисус Христос, мой Йом-Кипур, это мой Спаситель, Иисус Христос, Иешуа Машех, он, действительно, великий Господь, агнец Божий, взявший на себя грех всего мира, благодарю Бога Всемогущего, тело Христа, кровь Христа, благодарю Бога Всемогущего, за это новое начало, новое начало, Йом-Кипур, день всепрощения, день милости Господней, судный день всепрощения, слава Тебе, Господь, через кровь Иешуа Машеха, Иисуса Христа Господа. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Свобода через кровь Христа, свобода через кровь Христа, исцеление через кровь Христа, спасение через кровь Христа, Силы тьмы трепещут, они побеждены, дух, душа и тело совершенно спасены, есть совершенная свобода, спасение через кровь Христа. Спасибо Тебе, Господь, благодарю Тебя, Боже Всемогущий, за кровь святую Иисуса Христа Спасителя. Благодарю Тебя, Господь, и благоставляю великое имя Твое. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Тело Христа примите, Источника бессмертия вкусите. Аминь. 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 Воскресение и жизнь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, Господь. Воскресение и жизнь. Это Ты, Господь. Спасибо. Я спасен через кровь Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю, святой и праведный владыка всех миров, Царь всей Вселенной. За жизнь вечную благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за спасение. Дар Твой свыше пришедший с небес. Слава Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Благоставляю великое имя Твое, Господь. Благоставляю великое имя Твое. Букаврама Исаака Израиля. Лехаэм. За жизнь мира додал свою жизнь. Бог во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Служение примирения через кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, великого первосвященника. В этот день Йом-Кипур, Йом-Ха-Кипурим, в древности первосвященник заходил в Кадош-Кадошем, Святое Святых Иерусалимского храма. Но ныне наш первосвященник, великий первосвященник, Иисус Христос, Ишуа Машеах, Он в реальное небо вошел. Святое Святых на небесах за всех нас предстоят. Предстоит со своей драгоценной кровью. Предстоит за всех нас. Спасибо Тебе, Господь, ибо един Бог и един посредник, первосвященник, ходатай Нового Завета, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Слава Тебе, Господь! Ранами Иисуса Христа я исцелен, ранами Иисуса, кровью Святого Иисуса, спасен, прощен, благооставлен всеми благооставлениями небес. мое имя в книге жизни и хорошая запись в книге судеб и жизни через кровь Иисуса Христа, Спасителя моего. Аминь. 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 Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твое. Спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Спасибо, благодарю Тебя, Господь, за новое начало. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за милость и благодать Твою, Боже. Благодарю Тебя, то, что Ты с Ионы совершил, Господь, это пример и наука всем нам, Господь, наука милости Твоей и благодати Твоей, Господь. Слава Тебе. Аминь. Благословляю вас, братья и сестры, благословением священников. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу. Благословляю всех вас из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, Божьей милостью и благодатью архиепископ Сергей Жрулёв. Мир всем вам. Шалом. И хорошие записи в книге «Жизнь и судеб», но хорошие, самые хорошие записи в книге «Жизни» и в книге «Судьбы» нашей это через кровь Иисуса Христа, агнца Божьего. Только так. Слава тебе, Господь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.